Я мечтаю о том, чтобы галереи Москвы, Петербурга или еще каких-нибудь таких мест вставляли мои картины, потому что люди с высшим художественным образованием ценят мои картины, особенно те, которые самые мрачные и отвратительные на первый взгляд. Точнее, не на первый взгляд, а на любой взгляд. Ужасные, отвратительные. И вот я получил донат и сейчас я обязуюсь посылку отправить через ДЭК в Москву свои картины. Дальше еще буду отправлять человеку из Москвы. Надеюсь, им понравятся мои картины и не разочаруются. Но если разочаруются, я еще отправлю. Я знаю, что даже вот у меня есть сейчас сумма из... Двузначная сумма, то есть не тысяча, а двузначная сумма. Не трехзначная, а двузначная. Я даже не знаю, просто у меня никогда такого не было. Такое удивление и пустота одновременная. Я не знаю даже, на что ее потратить. Может быть... Если бы у меня, допустим, было 200 тысяч, то я бы потратил их на поездку в Таиланд или в Вьетнам, чтобы там рисовать, там находиться. В течение 10 дней. Если бы была возможность, я бы постоянно там находился. Здесь загон для скота. Ребята, видимо, меня испугались или просто загорали. Да, они просто эмоциональные. Я великий художник, я великий мыслитель. Мои картины важны, мои мысли цены. Нет. Это все мечты. Только Бог. И я смиряюсь перед ним. Все решает. Если бы, допустим, вот эта девушка не пришла бы на встречу, то я бы сказал, это Бог решил. И сказал, ну, бывает. Я бы даже не стал ничего ей писать. Я Саня Алинин, я Саня Тихон. Только второй человек на всем этом городе со мной встретился. Больше никто. Ну и разумеется, никакой сексуализированности в этом вообще нет. У меня нет никакой сексуальной, ни романтической жизни. Это нужно принять как факт. И я со смирением это принимаю. Ничего там не требую, не возмущаюсь, не осуждаю. Осуждаю. Алоха, пипл. Манго. Вот это вкусное пойло. Осуждаю, не одобряю. Действительно, само по себе, как коктейль. Неплохое на вкус. Для меня лично. Но не одобряю. Алоха, пипл. Манго. Пьется без проблем. Я думал, там такого выбора не будет. Если можешь, помоги добрым словом. Доброе слово тоже имеет для меня значение. Если у тебя есть знакомые, у которых знакомые держат галерею, расскажи обо мне, пожалуйста. Зажигалку нормальную купил. Купил секретты Честерфилд. Не самые лучшие, но и не самые плохие. Я сейчас рисую. У меня два новых пейзажа на больших наждачках. Но проблема в том, что у них закончились в строительном магазине закончились наждачки, которые мне нужны. Которые я обычно использую. Всегда подходящие для меня. Поэтому я рисую на тех, которых придется. И еще неизвестно, когда у них вообще они появятся. Но я свои деньги трачу на материалы. И еще у меня забитый комп вот этими материалами, где я снимаю, как я рисую. Я решил, что я их буду выкладывать, просто с компа удалять. Потом, когда YouTube забанят, в открытом доступе они будут, я смогу их скачать. А если в закрытом доступе или по ссылке, то я не смогу их, ничего с ними сделать. Сейчас пейзажи рисую. Ну, что-то получается, особенно небо получается. Где-то вода получается хорошо, связанная с водой пространство. Но близкие предметы, люди и строение у меня плохо получаются мелками. Потому что мне они реально физически неприятны. Вызывают чувство страха, социофобии, строение, и люди, и вообще любые машины, там еще что-нибудь. Деревья вблизи. Поэтому то, что ты видишь на моих пейзажах, ты типа видишь, а где... Ты типа видишь такие просторы небесные и водные. Но ты говоришь, а где же центральные фигуры? Люди там, это, это. А все, что ты не видишь там, то, чего тебе не хватает, это то, что вызывает у меня фобию, ужас. Когда заканчивается рецептурный транк, вызывает у меня еще и боль физическую, головную и душевную. Физическую прям. Руки дрожат, мышцы в руках дрожат, все дрожит, ноги дрожат, мышцы дергаются. Поэтому всего этого нету в моих пейзажах. А то, что меня не вызывает ужас, страх, все это есть в моих пейзажах. С вами Саня Тихон, Александр Альонин. Желаю вам счастья, радости, любви, дружбы, сибиряки, россияне и люди всего мира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!